МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. Наживалось на чужом горе. Начальницу почтового отделения села Оксино будут судить за присвоение пособия на 400 тысяч рублей. Затянувшаяся коммунальная история. Прокуратура Неницкого округа проинспектировала очистные сооружения в поселке Искателей. Когда планируют запустить объект коммунальной инфраструктуры? И 19 век снова в моде. Представители молодежи Заполярья стали участниками уникальной фотосессии в рамках проекта «Арктические баллы. Школа светских манер». Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Начальницу почтового отделения села Оксино будут судить за присвоение пособия на 400 тысяч рублей. Хищение денежных средств происходило с мая 2015 по февраль 2019 года. Уголовное дело о присвоении денежных средств с использованием своего служебного положения рассмотрит Нарьинмарский городской суд. По версии следствия, обвиняемая незаконно присвоила 400 тысяч рублей. Данные средства являлись региональной социальной доплатой к пенсии по потере кормильца, которую должна была получать одна из жительниц села Оксино. Данные действия классифицированы следствием по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по данной статье до 6 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Нарьинмарский городской суд для рассмотрения по существу. Ранее первый заместитель прокурора Ненинского округа Виталий Кудревец утвердил соответствующее обвинительное заключение. Представители окружной прокуратуры посетили очистные сооружения города Нарьинмара и поселка Искателей. В последнем муниципальном образовании объект коммунальной инфраструктуры до сих пор не введен в эксплуатацию, что в свою очередь усиливает нагрузку на центральные очистные сооружения. О том, на какой стадии находятся работы, расскажет Ирина Никешина. Возведение стратегического для Искателей объекта началось весной 2013 года. Торги на строительство выиграла тюменская компания «Спинокс». Очистные сооружения в поселке должны были сдать еще четыре года назад. Основные причины задержки у нас два года это выпало из-за того, что у нас трассировка газопровода была поменена. Как был проложен изначально по проекту газопровод, были построены два дома, и, к сожалению, пришлось менять трассировку газопровода, идущего сюда на очистные сооружения. Это повлекло изменения и в проект, в прохождение повторной госэкспертизы, и плюс еще надо было вносить изменения в документы градостроительные все, и в проект межевания, и в проект планировки. То есть на это ушло длительное время. И буквально с 2018 года получаем документы в Ростехнадзоре. По словам представителей районной администрации Надежды Михайловой, на сегодняшний день ведомство направлены документы на получение допуска по электроустановке и теплоустановке. 12 и 13 ноября после проверки объекта Ростехнадзор указал на ряд замечаний. Сейчас их устраняет муниципальное предприятие Заполярного района Север-Жилкомсервис. Именно его привлекли на субподряд у Спинокса. Параллельно сейчас Север-Жилкомсервис тоже на субподряде устраняет не вся была система слита. Устраняют замечания на системе отопления. Там шесть радиаторов лопнуло. Сейчас переделывают. И потом постепенно идет подключение уже непосредственно запуск к всем отопления. На вопрос прокурора округа Николая Егорова, когда очистные сооружения могут быть запущены в эксплуатацию, точного ответа не дал никто. По словам Надежды Михайловой, на устранение всех недоделок Север-Жилкомсервису потребуется примерно месяц. Мы заканчиваем строительство объекта, регистрируем и закрепляем за эксплуатированные организации. Они в период эксплуатации проводят пуску на лодку под нагрузкой. Но она идет от 3 до 6 месяцев. Сама пуску на лодку под нагрузкой. В свою очередь Николай Егоров отметил, что за все это время мерами прокурорского реагирования была закрыта искательская свалка, куда поступали канализационные стоки. В настоящее время нечистоты вывозятся в город. Идет удорожание работ по вывозке стоков. И часть стоков попадает на очистные сооружения, а часть стоков попадает на городскую свалку. А городская свалка – это тоже опасность попадания потом отходов в реку Тамарку и загрязнение в итоге реки Печора. Поэтому нам сегодня очень важен этот объект, чтобы он заработал с точки зрения соблюдения экологического законодательства. Будем дальше разбираться с виновными лицами. Еще один объект, запуск которого затянулся на несколько лет – вторая очередь центральных очистных сооружений. В соответствии с муниципальным контрактом, ее должны были завершить в середине 2019 года. Объект построен, но не запущен в работу. Необходима его реконструкция. В конце 2014 года были проведены предварительные пусконаладочные работы, но очистные сооружения мощностью 1000 кубов в сутки и они показали, что они не смогут очищать до нужного качества сточные воды. Поэтому были всякие судебные разбирательства со стороны МКУ и между подрядчиком. И вот до настоящего времени, вкратце, если объект не достроен. Нас сейчас интересуют сроки сдачи в эксплуатации, дорожная карта, потому что все, что было до этого момента, материалы переданы прокуратурой в правоохранительные органы, мы будем ждать от них решения, в которых будет дана оценка и подрядчику, как организации, которая ненадлежащим образом выполнила работу, и заказчику с точки зрения контроля. Как отметила Наталья Бетхер, у муниципалитета и эксплуатирующей организации есть понимание, как решить эту проблему. Совместно с администрацией города и управлением городского хозяйства составлена дорожная карта, в соответствии с которой проведена технологическая экспертиза. Результат будет готов уже на следующей неделе. Ирина Никешина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». На развитие транспортной системы округа в 2020 году запланировано более 2 миллиардов рублей. Расходы в этой сфере рассмотрели депутаты на заседании комиссии по экономической политике и бюджету. Средства будут направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования, регионального и межмуниципального значения. В проекте окружного бюджета предусмотрены средства на продолжение реконструкции автодороги Нарьинмар поселок Искателя и госконтракт заключен в июне 2019 года. Срок исполнения 31 января 2021. Более 66 миллионов рублей планируется направить на реконструкцию улиц Авиаторов и улицы Полярной. Продолжатся работы по поселку Красное. На капитальный ремонт дорог предусмотрено более 600 миллионов рублей. Средства будут направлены в том числе на капремонт мостового сооружения через протоку лесозаводская Курья, мостового перехода через реку Колова и дороги на Красное. При обсуждении автомобильной дороги Нарьинмарусинск председатель комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова предложила администрации округа подготовить до 1 февраля презентацию о ходе строительства. По ее мнению, необходима четкая картина, чтобы каждому жителю было понятно, какие участки построены, сколько денег вложено и сколько еще требуется. Отмечу, что в текущем году на строительство дороги на Усинске с федерального бюджета было направлено на 1 миллиард 700 миллионов рублей. Недавно депутаты совместно с губернатором округа Александром Цибульским осмотрели строящиеся участки, на которых полным ходом идут работы. В целом, на развитие транспортной системы округа в 2020 году запланировано более 2 миллиардов рублей. По итогам обсуждения депутаты отметили, что вопросы в сфере дорожного строительства останутся на контроле, и законодатели продолжат выездные мероприятия по оценке качества проводимых работ. На госпрограмму обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком округе, в следующем году будет направлено более 1 миллиарда рублей. Из них большая часть средств, 790 миллионов, пойдет на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Об этом шла речь на заседании профильной комиссии окружного собрания депутатов. В ходе дискуссии депутат Андрей Ружников предложил часть средств предусмотреть для граждан, состоящих в очереди на получение жилых помещений. Вопрос о строительстве жилья для привлечения специалистов на село озвучил депутат Андрей Смученков. Как пояснила руководитель профильного ведомства Валентина Саутина, в настоящее время формируется паспорт инвестпроекта. В свою очередь Наталья Кордакова отметила, что принят окружной закон о специализированном жилфонде. При этом он фактически не работает. В то же время строительство общежитий в сельских поселениях могло бы стать вспомогательным механизмом по привлечению кадров на село, подчеркнула депутат. Подводя итоги парламентарии, отметили, что необходимо больше средств закладывать на жилье в сельских населенных пунктах, в том числе специализированного жилфонда, поскольку во многих населенных пунктах сформированы участки. В окружной столице стартовал региональный форум «Молодежь-83. Энергия округа». В течение трех дней 120 ребят со всего региона будут проходить обучение по пяти направлениям, получая новые знания и навыки от известных спикеров из других регионов. Екатерина Дементьева расскажет подробнее. Представители активной части молодого поколения со всего округа собрались в Нарьинмаре, чтобы стать участниками главного молодежного события года. За три дня им предстоит проделать большую работу – от обучения у именитых экспертов до написания и защиты своих проектов. «Здесь собралась наиболее активная молодежь со всего округа. К сожалению, сегодня по погоде не смогли ребята из Индии прилететь, но с других сил. Вчера прилетели. То есть у нас география достаточно широкая. И спикеры также у нас представлены практически со всей европейской части России по различным направлениям. У нас всего, повторюсь, пять площадок. Это правотворческая площадка, это площадка, посвященная здоровому образу жизни, патриотическая площадка, добровольческая площадка и площадка по самоуправлению. Каждая из площадок, она наполнена смыслами. То есть мы понимаем конкретные задачи, что мы хотим получить на выхлопе из площадки». Неизменно из года в год на форуме работает площадка для тех, кто всегда готов прийти на помощь. Волонтеры, они же добровольцы, здесь одни из самых многочисленных представителей. «Добровольчество – это одна из основных площадок форума, потому что добровольчество в нашей стране сейчас активно развивается. Добровольчество активно развивается у нас в округе. Появляются как новые добровольцы, так и новые волонтерские объединения. Ребята выходят не только на региональный уровень, но и на всероссийский». Большая программа приготовлена для участников площадки «Здорового образа жизни». Как призналась куратор этого направления Ульяна Ерохина, после форума ребята должны стать образцами ЗОЖ не только для своих сверстников, но и окружения в целом. «В рамках площадки ЗОЖ у нас первым таким условием было, чтобы ребята не только получили теоретические знания, что есть здоровье, что есть здоровый образ жизни, из чего он слагается, что есть питание и так далее. В первую очередь у нас самое главное то, чтобы ребята у нас вышли практическими умельцами. То есть мы их не только готовим как ЗОЖ специалистами, которые научатся разбираться в питании, в тренировочных процессах, научатся сами составлять тренировочные программы, но помимо этого они еще научатся организовывать ЗОЖ-мероприятия. То есть тем самым будут являться такими некими выходцами, которые смогут транслировать спорт в массы и сами являться примерами здорового образа жизни». За три дня участники форума получат огромный опыт, новые знакомства и эмоции, которые позднее увезут в свои населенные пункты и образовательные учреждения, где непременно станут лидерами. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Самый масштабный культурный молодежный проект Ненецкого округа «Арктический бал» и «Школа светских манер» продолжает свою работу. В эти дни ребята стали участниками уникальной фотосессии в стиле 18-19 веков. Ее проводят одни из самых лучших и востребованных фотохудожников России. За прекрасным преображением дебютантов «Арктического бал» наблюдала Любовь Пермякова. Легкие локоны, нежный макияж, аксессуары. И в руках профессионального фотохудожника одна из участниц проекта Марина Филиппова превращается в прекрасную грациозную даму. Такое преображение участникам проекта «Школа светских манер» дарит один из лучших фотографов России Ирина Засыпко. Фотосессия в стиле 18-19 века станет украшением «Арктического балла» 6 декабря. Здесь каждое движение, как произведение искусства. Участники проекта фотографируются по одному в парах и группах. Планируется, что портреты в дальнейшем станут визитной карточкой проекта. Ими уже заинтересовались многие печатные издания России. Это на самом деле колоссальная работа. С одной стороны, это очень сложно, потому что тебе говорят, что подбородок чуть повыше, но ты не понимаешь, как нужно это сделать, и это сложновато. Ну, а с другой стороны, это очень круто. Было сложно держать прав на подбородок, стоять долго. Было долгое ожидание у нас. Но это трудная работа, и в итоге будет прекрасный итог. Сегодня фотохудожники работают в тандеме. Например, Вячеслав Засыпко занимался фоном портрета. Работа проделана колоссальная. На разработку одной темы уходит много времени. Минимум уходит месяц-два на разработку одной нашей темы. Идея о том, что костюмированная съемка, воссоздание тех былых лет, костюмы, особенно военные мундиры и плюс платья, которые украшают женщин. И началось это в Сочи, костюмированная съемка. И с каждым годом мы начинали понимать и потребности людей, и желания, а именно женщин, мужчин. И от этого уже началась концепция разработок платьев, аксессуаров к этому. Напомню, арктические баллы Школы светских манер реализуются в Ниньском округе при поддержке регионального департамента образования, культуры и спорта. Это уникальный молодежный проект, не имеющий аналогов в мире. Ребята на протяжении двух месяцев знакомились с правилами поведения в светском обществе, постигали азы бальных танцев, стиля и этикета. Впереди участников проекта ждет встреча с представителем царской семьи Романовых Иваном Арцищевским. Финальной точкой проекта станет арктический бал. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Домой с наградами. В Нинецкий округ вернулись юные воспитанники школы спортивных бальных танцев. Спортсмены достойно представили Заполярье во всероссийских соревнованиях, сначала в Перми, а затем в Екатеринбурге. С ребятами и их родителями пообщалась Наталья Кислякова. Елисей Локтев и Алиса Дуркина представляли Нинецкий округ на турнире «Кобок созвездия» в Перми. Ребята занимаются спортивными бальными танцами уже более шести лет. Правда, в паре друг с другом не так давно. Однако это не мешает показывать отличные результаты. Алиса танцевала еще в садике, поэтому выбор родителей, куда отдать дочь, был очевидным. Зоя Дуркина, мама девочки, признается, сложно было сделать выбор в плане танцевального направления. Ну, наверное, все-таки это нереализованная мечта родителей. Всегда родители дают предпочтение тем видам, которые когда-то сами хотели бы заниматься или занимались. Поэтому выбор был именно сюда. Связано с тем, что все-таки хорошая физическая подготовка, плюс осанка, умение держаться на сцене, на публике. То есть много причин было, по которым выбрали именно это направление. Но то, что танцы, это было однозначно. По выбору танцев выбрали этот вид. Еще одна очаровательная пара Юля Маркова и Никита Соловицкий. Спортсмены достойно выступили в Екатеринбурге в турнире по латиноамериканской танцевальной программе. Ребята привезли на родину второе место в возрастной категории 6-7 лет. Мы бы хотели в следующий раз еще раз поехать, только там уже занять первые места. А я бы хотела поехать в другой город, чтобы там занять самое первое место, чтобы получить медаль настоящую и настоящую грамоту. Первый выезд ребят на всероссийские соревнования им запомнился. Сейчас пара собирается тренироваться дальше, чтобы радовать не только зрителей и тренера, но и своих главных болельщиков – родителей. Когда он был именно на самом турнире, он мне позвонил по ватсапу и показывал по видео, как там три этажа, сколько много было именно выступающих, какие красивые взрослые пары и детки тоже соответствуют. Я их не встречаю. Эта поездка изменила ребенка, я могу сказать, на сто процентов, потому что он стал более ответственным выбирать слова. Бальные танцы – полноценный вид спорта. Он требует невероятной выносливости, силы, физической активности и полной самоотдачи для достижения результатов. Когда мы выезжаем на турниры, обычно ребята выступают хорошо, и мы с каждого турнира приезжали с хорошими результатами. Занимаемся мы европейской программой – это медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот и быстрый фокстрот называется квикстеп. И латиноамериканская программа – это самбо, ча-ча-ча, румба, пасадоба, лиджаев. Добавлю, в настоящее время уже готовится к турниру «Снежная румба», который пройдет в городе Архангельск. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». И на этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и хороших выходных. Продолжение следует...